Песни о Великой Победе не смолкали на площади Куйбышева с вечера еще 8 мая. Концерт «Мы Великой Победой поем песни вместе» по продолжительности побил все рекорды. На протяжении пяти часов на большую сцену выходили выступать с репертуаром военных лет самарские творческие и трудовые коллективы, ветераны и молодежь. Равнодушных слушателей на этом концерте не оказалось, каждый подпевал артистам. Самая любимая композиция – это «День Победы». У меня комок в горло подкатывает, комок в горло. Я готов заплакать, но мужчина в этот день плакать вроде не принято. И я не плачу, а я готов заплакать в этот день. Она не такая мощная, как говорится. Ну, трогает хорошо, да мурашивает. Песни, которые мы знаем с детства, которые заложены в сердце, мы знаем все слова песен Катюши, наверное, Журавли. Я представляю такую большую, широкую Россию, где очень все дружны и именно относятся к победе вот с такой искренней любовью. Берлин, Самара, Москва. Куртурецкого в канун Дня Победы приехал с программой песни Победы в Самару бывший Кубышев, который был тогда запасной столицей. В городе располагались советское правительство и дипломатические миссии. Это акция, где мы вспоминаем о великом подвиге советского народа. С другой стороны, это акция миролюбия о том, что мы должны объединяться для того, чтобы сохранить наш хрупкий мир. И как раз этот праздник об этом. Это послание в мир нашей доброй воли. Любимые песни Великой Победы. «Катюша, Смуглянка. Хотят ли русские войны?» прозвучали в этот майский вечер на самой большой площади Европы, которая собрала более 20 тысяч самарцев и гостей города. Концерт шел целый час. Хору турецкого подпевала вся площадь. Ведь у каждого россиянина прадеды и прабабки ковали победу в тылу, воевали и погибали на фронтах Второй мировой. И в каждой песне хор турецкого и самарцы оставляли частичку себя. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.